Добро пожаловать в Warface, братишка! Ну чё, Рокутагин, расскажи, как тебе новый тикрейт, который в два раза мощнее, чем старый? О, капитан, очевидность! Новый тикрейт это в два раза глубже, чем было. Представь себе, мы как раз сегодня со знакомыми ребятами, с товарищами решили опробовать этот тикрейт. Как он теперь нагибается на РМ? Пошли мы, всё идёт хорошо, наш боец остаётся один в один с бойцом вражеской команды. И всё бы вроде ничего, но вот только то, что в итоге он увидел на своём экране, и то, что мы увидели на спектаторе, вся команда увидела одной тоже. Это просто нечто. Вот такой он, капитан очевидность, тикрейт 60. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мартин, а также капитан очевидность. Здорово! Красавчик! Сегодня поговорим о том, как прошёл турнир фасткап для команды мечты. Или точнее, для командочки. А ещё точнее, для команд очка. Да, команд очка. Именно так и называлась наша сборная солянка. В которую вошёл я, Костя Медиум, наш капитан, Ликуар, Уник и МС Серёга. Первый бой был не особо сложным. Наши противники изначально сказали, что, собственно говоря, сам турнир их не волнует. Они пришли за ачивками. Хедшот, бедочка, да. Мы уничтожили отряд врага. Вторые противники, надо заметить, были неожиданно сложнее. Но их мы тоже сумели пройти. Я вообще не понимаю эту игру. Когда ты в подкате, практически в упор стреляешь с человека, извините, дробь разлетелась, не вся попала в тело, да здравствует не ваншот. Здесь же я стреляю в противника, который перекрыт лишь часть его тела вот такой вот металлической пиздюленной. И дробь каким-то чудодейственным образом вся ложится очень кучно именно туда. Два следующих боя, как ни странно, неожиданно для нас, прошли весьма спокойно и являлись для нас своеобразной передышкой. Самым тяжелым, непростым и потным для нас оказался бой пятый. И тут особенно интересно то, что наши противники могли бы вылететь по технической причине. Просто техническое поражение, именно так. Дело в том, что человек у них очень долго не мог зайти. И все сроки они, собственно говоря, уже просрали. Мы хотели уже, думаем, дать им ТП, но в итоге пришли к мнению, что все-таки давай сыграем. Они очень слезно нас просили, пожалуйста, ребята, войдите в наше положение, мы знаем, что вы норм, пацаны. И так далее, и тому подобное. Скорее всего, кстати, кое-кто из них просто заходил с чужого аккаунта. Ну, у нас есть такое мнение. Ну, в итоге, в общем, мы думали, 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 спросили судью, можно ли немножко отложить матч. Он сказал, что если вы действительно готовы ее ждать, то маленькая задержка, в принципе, допустима. Ладно, как говорится, так и будет. Ну, и в итоге, мы с ними все-таки сыграли. Игрок с бомбой убит. Бомба бомбит. Ты, сука, даун, ты зачем убил медиума? Ты лучше иди, он у разрабов спроси, почему они скины сделали, Блэквон? Что команда противника? Что бойцы твоей команды? Они, сука, как братья-близнецы, их почти не отличишь. И вы чем подпивас? Это сет, его нельзя резнуть дефом. То нельзя, это нельзя. Нафиг вообще в это давно играть, серьезно? Бой был тяжелым, но все-таки мы сумели одержать победу. После чего сказали нашим противникам спасибо за игру. А они сказали, мы такие себе и вышли. Да. Пожалуй, самый интересный бой состоялся у нас против коллектива под названием Продиджи. Этот бой был примечателен тем, что внезапно вся наша команда сыграла хорошо. То есть, если раньше часто нас тащил Ликуар, Медиум или, скажем, МС Серега, то тут все бойцы просто включились и все отыграли весьма неплохо. Даже я. Ну и, конечно же, кто-то наконец-то должен был финализировать наше победное шествие. Все-таки шесть побед подряд для команды, которая толком-то и не готовилась и пошла больше прикалываться на турнир и записывать контент. Это, извините меня, ни в какие ворота. Да, этой командой стала команда ZXC. Мы уничтожили отряд врага. Враг уничтожил всех наших бойцов. Красава, Сережа, лучший, давай! Наш отряд уничтожил. Ну, что тут сказать? Ребята реально молодцы. Чувствуется настоящий киберспортивный подход. Прямо мощь такая. Стратегия, тактика. Все отработано, поэтому никаких претензий и отмазок быть не может. При этом надо отметить, эту катку мы тоже, в общем-то, отыграли все хорошо. Нас там некоторые тильтовали, пацаны, это я все слил, я не стрелял. Я считаю, не так. Я считаю, что эту катку мы, в принципе, все нормально выложились, нормально отыграли. Ну и, собственно говоря, уйти в 1-16 это более чем достойно. Особенно не для киберспортивной команды. Да. Подтверждаю, Рокутагин, тот редкий случай, когда все молодцы. Даже ты сыграл как Рокузава Нубича. Благодарю тебя, дружище. Вот. Собственно говоря, как-то так. Для удивления, для самого себя, просто на удивление, даже я играл в последние две катки нормально. И с учетом того, что я человек, который подрывы вообще толком не играет. Но, кстати, я думаю, что пора бы это изменить. Все-таки седьмой год уже почти пошел. И катать мясорубки все это время, честно говоря, мне поднадоело. Возможно, я переключусь на подрывы. И если мне это дело очень будет нравиться, пока что нравится, то, возможно, еще буду участвовать в турнирах. И я думаю, тогда результат будет еще сочнее. Да. В любом случае, огромное спасибо моей команде. Я думаю, тег надо сохранить. Команд ОЧКА это очень и очень успешно. И если данное видео вам понравилось по каким-то причинам вдруг, то ставьте лайки по желанию, как хотите. Яйти чешите. Это обязательно. Без этого просто никуда. Огромное спасибо всем, кто за нас болел. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. И мы увидимся с вами. Субтитры сделал DimaTorzok